Зовут меня Серова Елена, я бортинженер экспедиции на Международную космическую станцию, экспедиция 41-42. Экспедиция проходила в течение порядка полугода, стартовали мы 26 сентября, вернулись обратно 12 марта, и все это время, естественно, мы занимались на МКС различные работы, выполняли различные работы, это начиная от обслуживания, замены каких-либо систем, выполняли эксперименты, занимались спортом, в общем-то, жили, творили, трудились. И сегодня, возможно, мы с вами... Во-первых, я хотела бы вас спросить, у меня есть очень интересный фильм, который сняла телестудия «Звезда», он занимает 14 минут, но он очень хорошо отражает все те, скажем так, вопросы, которые интересуют публику. Либо же мы с вами начнем сначала разговор-беседу в вопросах, а потом переключимся на фильм. Как бы вы хотели? Хорошо, тогда мы с вами смотрим сначала фильм, а потом я отвечаю дополнительно все ваши вопросы. Все, тогда поехали. Ну, то есть, наверное, сходили, мыли лицо, почистили зубы. Ну, да, наверное. Ну, конечно, правило, вегенические процедуры, они включаются. Замечательно. А как вы это сделали в невесомости? Я однажды видел, вот, в полюбе космос, когда еще в полюбе космос, в МКС, космические души. Это вот такой вот кокон, совершенно глухой, где, по-моему, вода отсасывается насосом, она же соединена в невесомости. То есть, у вас нахожу приспособление? Нет, ну, это увидели установку, которая была у меня на станции МИРС. Сейчас в станции МКС у нас такой установки нету, потому что предыдущая, скажем так, салва, она требовала очень большого ухода после того, как ты помылся. И мы тем, что мы говорили, что необходимо опять мыться после того, как ты ее уберешь. У нас есть специальные влажные салфетки, у нас есть возможность протираться и специальные гигиенические средства, с помощью которых, в общем-то, мы берем себя полностью в порядок. Это достаточно длинный перечень, есть возможность точно так же помыть голову, это специальные шапуники. Ну, в общем-то, вы понимаете, это зона, сделанный правый внутренний туалет, и здесь, ну, я так... Все на липучках. В общем-то, здесь есть специальный набор АФО, про который я вам говорила. В общем-то, вот так он выглядит в разумном виде, где внутри находится, ну, например, специальный такой кармашек. Все, ну... Кармашек любые акции, например. И даже специальный атлетический крем. Ну, и остальные предназначения, которые нам необходимы. Многих интересует, каким средством я такой себе пользуюсь при материи головы. Вот у нас разработанное для нас специальное средство для волос, оно называется Элита. Оно, это, естественно, смываемое, и оно на основе растительных компонентов с витаминами и биоактивными составляющими. Очень замечательное совершенно средство. Средство на наших, на российских травах. Тут, по-моему, более 10 трав. Легче сказать. Очень практично и, вы знаете, замечательно. И прекрасно очищать волосы. Здесь же у нас вот такие полотенца. Самое обычное. Наши земные полотенца, которые мы пользуемся. Конечно же, есть салфи летки, есть полотенца любого типа. Вот такая вот полотенца, которую мы можем использовать во всем варианте, так и во благородном. Есть пакеты, они находятся внутри вот таких вот упаковок. Вот это упаковка для полотенц-салфи, которые уже являются мокрыми, они пропитаны специальным приставом. А внутри, кстати, есть вот такие пакеты, которые мы можем привести с рукой полотенца и далее дополнить для России или теплой водой, использоваться для лучших. Теперь это ваня. Позвольте на эксцептату. На станцию будет привезено 50 наименований продуктов. Таким образом, повторяемость от них этих же блюд будет раз в 16 дней, а не в 8, как раньше. Минирус монахов в Сталинкурсе. Достать, оттуда можно? Достать, оттуда можно? Достать, оттуда можно и не шли. Может быть мы пустим по рядам сразу? Незусловно, не нужно наложить на земле. Тем не менее, вот этот речный продукт, который представляется, позволяет нам питаться полноценно. И на каждый день нам, в основном, рассчитывается... Сублиматы есть? Я думаю, количество это считает. И более чем, достаточно, совершенно точно. Можно пустить по рядам, если хотите посмотреть. Будете смотреть? Я прекрасно знаю, что такое северное блюдо. И вот это все выглядят. Самое настоящее коммуническое, да, совершенно точно. Естественно, очень много продуктов находятся в консервных банках. Это большие и маленькие банки консервные. В них находятся... В них находятся... Допустим, у нас есть такой замечательный обряд. Капуста тушеная с мясом называется. Такан. Все очень вкусно. Вот эта форма, конечно, да, ванка, позволяет нам естественно их разогревать. У нас есть специально разогреватель печи, в которой мы можем подогревать еду. И полноценно, соответственно... Не так и микроволновка. Это специально-космическая печка. Может она электрическая, и это позволяет... А, ну а запустим, вот то, что делала я по утра, ежница. Там это невозможно. И вот проведите в одну сторону, а желток прошло. Ну, безусловно, конечно. Там весомость, и все будет разлетаться. Точно так же, как многие, может быть, и видели, как вода себе ведет в неюсомость. И она там летает, разлетает. Это шарик. В факте, что у вас там бывает даже черная икра? Ну, она не в тюрьме, как на баночках. И она выставляет, действительно, некоторое количество болезненной икры в небольших металлических баночках. И это позволяло нам немножечко как бы разнообразить наше целое. Обеденная зона, где мы можем позавтракать, пообедать, собраться вечером, посмотреть какой-нибудь хороший фильм, пропить чаю, припусить в боксинге. И это выставляет нам радость и удовольствие. Здесь специальный есть блок раздачи подогрева воды, в общем-то, который мы классно называем наш чайничек. Вот, где мы можем провести вот такую вот сублинированную еду. Это сейчас у меня был как суп, который я нашел. Вот, который, в общем-то, ну, вы понимаете, что он был сублинирован, то есть полностью обеспеченный. Мы можем отправить вот этот вот пакет. И сейчас я вам сделаю ваше глаза горячее на то, чтобы получить, что он полностью носит вкусный ямодорожок в суп. Делается это фиберно так. Ну, все вкусы разные. Мы предпочитаем кто-то суп, кто-то консервы, кто-то, в общем-то, предпочитаем другую мясо, и все продукты летают, которые направляются нам визуальный прогресс. Мы заранее выбирали, мы обрабатываем. Там можно по рядам тоже дать, да? Нет, нет. Сублиматы, чайки. Сейчас придам будут примеры космического питания. Пожалуйста, не открывайте их в их форматы. А потом, как пошли, они все на нас обозрели. Все совершенно разные. Многие специальные носки, которые надевают достаточно злого на шоке. У нас специальный флак. И включаем паршивый расходы. Выбавите ней специальный обратный флак, который не дает вам не вытечиваться. И вот такими движениями мы раздоняем все движимое поддерживание. Сейчас сок настоится, и его можно будет пушить. Вот что происходит. Развод свиста. Ирина, простите, как устроен космический университет? Ну, это вопрос очень часто, и из наиболее популярных вопросов, да, как уходит в туалет, как он устроен. Это очень популярный вопрос. Это очень популярный вопрос. Это не только журналисты, обыватели тоже это интересно, потому что все понимают, что там невесомость, там, соответственно, микроволитация. И, конечно же, есть специальное устройство. Оно позволяет жидкие отходы отдельно, да? Клодировать. Клодировать, да, отвертые отходы тоже отдельно. Чтобы было понятно, люди, которые умывают это, по принципу пылесоса. По принципу пылесоса все ясно, как это происходит. Замечательно. Правда ли, что любая жидкость, которая находится на борту, в том числе и те же клести, превратительность человека, жизнедеятельность человеческого организма, все это потом уходит в ротацию, то есть это заданный цикл, и вы не теряете воду, потому что доставка воды, она тяжело, стоит дорого. Да, действительно, у нас есть такие системы, ну, можно сказать, как кондиционеры, которые забирают всю влагу из воздуха. Которые берут? Конечно. Конечно. Человек может заниматься с культурой, с кормом, соответственно, мы поднимем, да, мы дышим, и так далее, и так далее. Эта система позволяет вот эту вот воду забирать из окружающего пространства, такая же установка есть у нас на их сегменте, и путем, там, определенных переработок мы получаем отличную видевую воду. Интересованность. Обычный пыль и все остальное ложится на воду. Это хорошо узнали я, и моя жена. Вот. А так это все летает. Как происходит уборка? И напомните, пожалуйста, и объем такого помещения, который вы имеете. Объем помещения – это весь наш сегмент. Это все модули. Вот. Все модули, в которых находится система вентиляции. Система вентиляции устроена таким образом, что вентилятор, который гоняет воздух, мы понимаем, что в условиях невесомости у нас нет, естественно, процесса процесса конъекции, то есть, перемешивания, да, воздушных средств. Поэтому приходится постоянно… Если вы будете находиться там, и воздух не будет искусственно перемешиваться, вы просто рискуете находиться на месте это функция собственно СОУ. Понимаете? Поэтому постоянно там будут вентиляторы. Там вентилятор у нас находятся либо решетки специальные, либо же фильтры, которые мы не срабатываем. Уборки – это либо пылесосы и замена фильтров, либо же каждые выходные мы обязательно проводим уборку, как влажную, так и также либо пылесосом. Конечно же, все как думалось, все самоточно. Это позволяет поддерживать постоянную ситуацию у нас на станции. На станции есть помещение дикующее? У нас присутствует. Конечно. Из монахта дикующее, я спорю. Что происходит с человеком бортом по земле? Как он проходит адаптацию к земному дикотению, например? Вот что? Что делается в этих случаях? Ежедневный график нашего пребывания на борту входит минимум два часа занятий с культурой. Почему я так говорю? Потому что, если не заниматься скультурой, в некоторых случаях не могли просто встать механик, атропируются мышцы, вымываются края из костей. И происходит рядущи очень нехороших вещей, в том числе сердечно-сосудистая система страдает. Поэтому у нас большой акцент ставится на физические занятия. Тренажеры? Безусловно. Тренажеры, это беговые дорожки у нас у американцев, велогометры, с лицами есть такой, скажем так, многофункциональный тренажер американский. Все позволяет нам поддерживать хорошую физическую форму и находиться там достаточно долго. Поэтому, я могу сказать, что касается годового полета, его никто не запланировал, если бы не было таких средств для отвращения данных ремиативных последствий. И поэтому, когда мы взялись, мы фактически сразу начали ходить. Это говорит о том, что мы обсудили сохранить свою физическую форму довольно неплохо. в том, что я в музее космонавтики, который под ракете, видел костюм для адаптации космонавтов к земным условиям, который также используется для больных с заболеваниями на арх. Это уже впоследствии произошло. По Чибису мы потом откроем. Значит, это вы видели через специальное заболение и забил несколько интересных фотографий, чтобы тренировать сосудистой сердечной системы. Конечно, особенно в ног, для того, чтобы, когда мы прилетаем на землю, учиться, какие экзамены сдавать. Нет? Нет, ну сейчас все закончится, и я начну вопросы просто задавать модели. То есть, вот сейчас вот, 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 что она проходит. Давайте подразумевать, там просто вопросы задают, как вот учиться, какие экзамены сдавать, какое образование нужно иметь, и какие вот основные тренировки. Я думаю, это все просят. Вы думаете, нужно? Еще одно из таких средств пространства, для того, давайте я расскажу. Если хотите, я могу сказать, или вы хотите? Ну, я могу сказать, что я могу отстать в эту слову. Опишите своими словами, вот, вот, давайте я скажу, что вы, когда идти до жилья, это будет. Я расскажу, когда идти до жилья, если хотите, если хотите, вам что-то, как скажете. Это безумное зрелище, это очень красиво. Это действительно так, потому что весь берег, он подсвечен, как будто мелкими, мелкими звездочками, и сами взятами, как правило, либо паутинками, либо кругами, очень красиво. Зрелище необыкновенное, видно здесь в космосе очень хорошо. Естественно, когда нет облачности, это вот все, чистое небо. Более того, еще на фоне, когда идет, допустим, аврора, стеклосеяние, вид просто красивый, при этом, выглядит, какие-то, они тоже подсвечены. Это фантастическое зрелище. Совершенно он стоит того, чтобы это увидеть. А здесь можно открывать, он там куда не уйдет? Вот видите, мы начинаем от того, как раз, где такой, скажем так, звездочек, паутинки, очень хорошо прослеживаются, утрой идет на Санкт-Петербург, и петербург, очень хорошо, красиво. Вот что происходит, на радио свиста. Кончилось? По-моему, да. Ага. И так, мы посмотрели самый фильм, и сейчас мы так построим небольшой разоблег, и потом вопросы и ответ пойдут. И, вот, Елена, у меня первый вопрос к вам такой, вообще, как можно стать космонавтом, кто может стать космонавтом, какое образование для этого нужно получить, какие экзамены можно сдавать, как к этому приходят, как вот из, ну, вот, есть у нас ребята молодые, совсем школьники. Не школьник. Есть школьники, я опишу, что ему зайдет, вот, снизу, точнее, вот, как он зашел, и прийти в космос? Ну, вот, один еще из таких наиболее популярных вопросов, говорит, как вы дошли до жизни такой, я всем рассказываю. Началось все со школы, на самом деле, когда нас, нам рассказывали очень много о космонавтике, рассказывали вообще о том, что происходит в космосе, кто летает, об отношениях, вообще международных отношениях, в частности, о международных полетах, которые уже потом начались. А, конечно же, была очень интересна астрономия, еще большую роль для меня сыграло то, что я жила в военном гарнизоне, и, сами понимаете, сама эта атмосфера полетов, летчики, все это, конечно, тоже оказало большое влияние. Но для того, чтобы прийти в космонавтику, мне пришлось закончить, не пришлось, а я специально поступила в Московский авиационный институт, аэрокосмический факультет, закончила институт по специальности инженер-испытатель, чуть не скажу, космонавт-испытатель уже, по привычке. Вот. И, в общем-то, там мы познакомились, кстати, с супругом Марком Вячеславовичем Серовым. Вот. Институт, видите, как вот дал не только мне специальность, но еще и позволит приобрести великолепного друга, семью. Дальше мы пришли работать в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где работали по специальности инженеры. Я работала в Центре управления полетами. Марк Вячеславович у нас работал в отделе проектантов, и сейчас до сих пор он продолжает, как бы посвящает себя целиком и полностью разработке новых космических кораблей, новых космических систем. И, когда предстоялась возможность подать заявление в отряд космонавтов, естественно, я подумала, почему бы нет, собственно, я написала заявление. Прошла медицину. Это одна из таких больших составляющих, скажем так, данного этапа. Потому что, как у нас говорят, шутят врачи, говорят, нет, здоровых людей есть недообследованные люди. Сейчас вот, кстати, гораздо сложнее стало в этом отношении, потому что появились очень... Медицина тоже идет вперед, вы понимаете. И человек обследует все больше и больше, скажем так. Вот, соответственно, можно найти что-то новенькое, что-то индивидуальное. Но, тем не менее, медицина была пройдена успешно. Далее я была как инженер энергии, мы сдавали экзамены, специальные экзамены. Это баллистика по системам корабля-станции, там по истории, в общем-то, была беседа с очень серьезными людьми, была... А сколько экзаменов было? Три экзамена. Три экзамена, да. Три экзамена. Экзамены принимали специалисты высокого уровня, самого высокого уровня, потому что, понимаете, космонавт – это такая профессия очень ответственная и непростая. И вот по итогам медицины, по итогам этих экзаменов я была уже отобрана как кандидат в космонавты. Далее была общекосмическая подготовка порядка двух лет. Ну, это я так примерно, потому что она там плюс-минус, ну, как правило, плюс иногда идет, там, два-два с половиной года. И там, опять же, был экзамен, государственный экзамен, по итогам которого нам присвоили квалификацию уже космонавт-оспытатель. Кому-то космонавт-осредователь. Сюда же у нас приходят и летчики, летчики, у которых есть высшее образование, это обязательно условия, у которых есть определенный стаж полетов, как налеты, определенное количество часов налетов. Вот. Таким образом вот все и происходит, собственно. Это, конечно, очень, так, в двух словах, наверное, очень быстро, скоренько так, да? То есть, получается, можно иметь высшее техническое образование и быть военным летчиком, правильно? Да, совершенно точно. У девочек только один вариант это высшее техническое образование. Ну, отчего же? У нас есть интересные такие примеры, достойные примеры, например, Марина Попович, которая тоже с детства мечтала прийти, летать, она мечтала летать, и она стала летчиком-испытателем. Пожалуйста, потрясающая женщина, сильная. Если вы хотите, если вы стремитесь, все пути будут... Не больше не попасть можно, только не подводить. А вот такой вопрос. Специальная подготовка, космическая специальная подготовка, науке, что это отвечает? Какие есть интересные моменты специальной космической подготовки? Это очень такая обширная тематика, но, во-первых, мы продолжаем изучение работ всех систем. Штатные и нештатные ситуации. Далее у нас присутствует очень много тренировок, спецтренировок. Одна из таких тренировок, это, допустим, специальная парашютная тренировка, когда мы, находясь в свободном падении, от начала еще момента покидания воздушного судна, с самолета, начинаем весь репортаж, на диктофон надиктовываем, все происходящее вокруг, там... Правда, говорят, что надо дифференциальное уравнение решать, когда нет, не тишко, с парашютом или с парашютом еще? Не совсем дифференциальное уравнение, тем не менее, у нас на руке располагается карточка, на которой мы ЧКТ, так называют, черно-красные карточки, это специальные логические задачи, которые мы должны решать в уме и надиктовывать решения на диктофон. Вот на земле уже специалисты разбирают то, что мы нарешали. Ну, я вообще не представляю, как это... Реналит плещется выше крыши, кто-то только отделился от воздушного судна, и кто-то еще что-то такое решает, что не знает. А вот какие нагрузки вообще идут на космонавтов? Я вот знаю, есть занятия в бассейне, есть занятия на земле фуги, потом еще в лесу выбрасывают. Ну, это так все очень обширно. Я только начала с парашютной подготовки, на самом деле, потому что у нас, помимо всего прочего, есть выживание в зимнем лесу, выживание в пустыне. Выживание в зимнем лесу, вы знаете, у нас была история, когда Леонов приземлился на стаге, им пришлось выживать, и они, в общем-то, их никто к этому не готовил, тем не менее, у них все получилось. Нас сейчас специально готовят, рассказывают, каким образом можно построить адоскатный шалаш, нам вигвам, который мы можем, опять же, построить, используя подручные материалы. Это, допустим, инструменты износимоаварийного запаса, используя парашют, стропы, лес, как нам обогреться, как нам выжить и дождаться поисково-спасательную команду. Выживание в пустыне, соответственно, точно так же нас обучают тому, каким образом нам выжить при температуре порядка 50 градусов и выше. Соответственно, что необходимо для этого делать? Я хочу сказать, что за 3 дня выживания мы потеряли по 5 килограмм, потому что у нас ограниченное количество воды на 3 дня на 3 человека 3 литра. И когда вы набираете воду, то есть воду надо пить по чуть-чуть совсем, у нас были специальные мерные стаканчики, и мы даже ее не могли проглотить, потому что мы набирали в рот, она тут же вот так рассасывалась. Это вода, вот в общем-то. Оружие было у вас? Я знаю, когда летали еще во время космонавтов, начало космонавтики. В аварийном запасе у каждого был пистолет Макарова, а потом появились в аварийном запасе трехстволки. А сейчас есть что-нибудь подобное? Нет, сейчас пистолетов нет. Да, они раньше были, это чистая правда, но сейчас их нет. Сейчас у нас есть только мачете и нож. Это все, это все холодное оружие, которое у нас присутствует. то есть арене не дать и не заводить. Хорошо, можно у кого-нибудь уже вопрос возьмите? Возникли, можно? Пожалуйста. Елена, скажите, пожалуйста, как относитесь к программе Mars One? Считаете ли вы, что это вообще-то не реально? Вот как сразу. Считаю ли я что? Mars One. Полет на Mars в одну сторону. Я хочу сказать, что я считаю, что все это реально, в принципе, единственный вопрос, понимаете, надо соизмерять цели, задачи, и если мы будем говорить, допустим, о полете в один конец, то есть не совсем понятно, для чего и с какой целью. Я считаю, что если уже затевать такие грандиозные проекты, то необходимо, конечно же, чтобы там развивалась база, чтобы там ввелись какие-то научные исследования, чтобы для этого было все для того, чтобы люди могли там существовать, работать, жить. Но в перспективе, я думаю, это будет, этот полет состоится. Потому что сейчас, вот как вы знаете, у нас годовой полет проходит, и он не просто так, этот годовой полет, это все под, скажем так, под пристальным вниманием медиков, которые изучают состояние, состояние организма, какие-то, может быть, изменения, возможно, если они присутствуют. Вот. Это, опять же, делается как раз с целью возможности дальних перелетов межпланетных. А вот сам факт колонии на Марсе, вы считаете, это по возьмем успешного реально? Я думаю, все реально. При определенных технических возможностях это все реально. Так вот, с другой стороны, я могу вопросить. Сейчас. Елена, в ближайшие 3-4 года уже возможно, что на МКС будут летать американские коммерческие плотированные миссии. Скажите, вообще, есть ли какие-то уже протоколы о том, как космонавты будут готовить не только к управлению союзом, но и к, например, там, инфрекционалу и СИГМУС. Как вообще будет произойти теперь подготовка космонавтов, потому что они могут наступить и возвращаться не на одном типе кораблей, а уже на несколько. Ну, я хочу сказать вам, что это, в общем-то, не ново, потому что, как вы знаете, у нас уже есть такая подготовка, она была такая подготовка во времена, когда летали шаттлы. Точно так же наши космонавты изучали все типы космических кораблей, как нашего союза, так и, соответственно, шаттлов. Они готовились как специалисты. Но сейчас эта программа, к сожалению, закрыта. Я думаю, в будущем будет то же самое происходить. На шаттле были больше пассажиры в основном? Вы, конечно, правы, да, но я хочу сказать, что там большинство было пассажирами, и только, скажем так, очень неординарные люди могли, в общем-то, непосредственно управлять шаттлом. То есть это командиры шаттлов, это вообще элита была отряда астронавтов. Вот. По большому счету все системы и все, что происходило, наши космонавты изучали, и они были готовы ко всему. То есть все системы полностью. Допойте этот вопрос, я вам подробнее на нее отвечу. Прошу? Прошу? Прошу. Прошу. Можно оттуда? Можно оттуда? Сейчас, секундочку. Здравствуйте, Елена. Мы хотели, во-первых, поблагодарить вас за встречу. Вот. То, что вы видели для нас время. Во-вторых, вопрос. Есть ли у нас возможность ввести онлайн-трансляции тех научных инструментов, которые проводятся с астрономами? Такая возможность есть. Правда, она особо не используется, потому что мы, как правило, ведем в записи определенные эксперименты. Например, у меня был эксперимент Кулоновский кристалл. Он фиксируется как раз вот на видео. Я просто сбрасывала видеоматериал тут же после проведения съемки. И, тем не менее, очень часто у нас есть онлайн-съемка, когда мы общаемся, ведем какие-то конференции вживую. В общем-то, это не проблема. Какой интернет-ресурс проводится на астронсляциях? Где можно посмотреть эти видеозаписи? Очень хороший вопрос. Вы знаете, непосредственно проведение экспериментов как бы это немножечко такая закрытая тематика, скажем, да, и в открытом доступе вы вряд ли посмотрите. И, тем не менее, есть какие-то материалы, например, вот про плазменный кристалл очень рекомендую посмотреть вам. Это, по-моему, фильм Роскосмоса, на Ютюбе есть он. Свойства плазменного кристалла я вот всем рассказываю по поводу того, что ученые, когда провели, значит, эксперимент вот как раз плазменным кристаллом немножечко снизив температуру данного вещества, оно приняло структуру ДНК. Знаете, и ученые две недели, да, он держался за голову, не выходил из квартиры, в общем-то, это было что-то неординарное. Вот, то есть, мы еще очень многого не знаем. Какой был самый любимый эксперимент, который вы проводили ДНКС? Ну, или который самый интересный? Вы знаете, для меня был самый интересный эксперимент, это мой собственный, скажем так, у нас были поставки свежих продуктов, в частности, может быть, кто-то уже и в курсе этого, как я там пыталась прорастить зернышки зеленого яблока, просто это были бонусы у нас. И я взяла марлю в полиэтилене, это марлю, в общем-то, это из гигиенических средств, которыми мы пользуемся, добавила воды, да, как просто добавь воды, и с помощью прищепки установила на иллюминатор вот эти зернышки. И зернышки проросли, то есть, там не было никаких питательных веществ, там была только вода и солнце. Вот, к сожалению, когда уже вылупились вот эти зернышки, скажем так, эти листочки вылупились, дали крышок, листочки сами, они вылупились из вот этого вот коричневого, вот этого вот, скажем так, обечаечки, да, они уже дальше не смогли развиваться, потому что нужна была земля или какая-то питательная среда, и, в общем-то, на этом все закончилось. Но я хочу сказать, что это уже показательно для того, вот многие спрашивают, а как там растения можно выращивать, если длительные перелеты какие-то, то есть растения приспославливаются очень быстро. Участник парсянской инкведиции, штате Ютарь. Лена, вопрос немножко стоит в продолжение. Проводят ли в ЦПК для астронавтов обзорные лекции уже по итогам предыдущих научных экспериментов? То есть узнаете ли вы те данные, которые были получены, которые были написаны в научной статье и так далее? И второй вопрос в продолжение этого. Вот эксперимент-тест, очень интересный результат был, что обнаружили, снаружи санкции факторный. Можете пропенсировать первое и второе? Да, конечно же, замечательный вопрос, потому что мы такие достаточно многофункциональные специалисты, и готовясь к полету, мы, скажем так, являемся не только инженерами, но еще и учеными параллельно, потому что для каждого эксперимента необходима своя база знаний, и база знаний не только человека исполнителя, но и человека, который понимает, человека-специалиста, ученого. И, конечно же, в ходе подготовки нам рассказывают все ранее полученные результаты, для того чтобы, если что-то вдруг пойдет в ходе эксперимента не так, или, допустим, что-то мы увидим такое неординарное, чтобы мы могли быстро очень сориентироваться, то есть как настоящие ученые, ну и, конечно же, доложить об этом на Землю. Потому что очень большая составляющая успеха проведенного эксперимента, она зависит от космонавта, космонавта, который на борту. И по второму вопросу, это у нас... Второй был? А, вот. Очень интересный был эксперимент-тест. Значит, что это вообще за эксперимент? Решили ученые выяснить, насколько сильно загрязняются иллюминаторы в результате отработанного топлива. То есть, как вы знаете, станцию ее меняют либо ориентацию, либо поднимают там орбиту, либо меняют орбиту при уходе от каких-то там осколков или еще чего-то. Естественно, все вот это вот топливо отработанное, оно составляет... является составляющей собственной, скажем так, атмосферы станции. Взяли пробу. То есть, космонавт с ватной палочкой вышел в открытый космос, вот так сделал несколько мазков по иллюминатору, и все это дело вернули на Землю. Ученые, которые являются, естественно, профессионалами в данном деле, стали смотреть, но не являлись претербиологами, они обратили внимание на какие-то очень странные структуры. Пригласили специалистов. Специалисты очень сильно удивились, потому что они обнаружили там бактерию, которая живет только в Балтийском море. Да, это было шоком, как она там вообще оказалась на иллюминаторе, и, в общем-то, это поразительное явление, в общем-то, если вы знаете, есть такая теория панспермии, то есть распространение, как жизнь распространяется от планеты до планеты, в общем-то. Вот сейчас продолжение, этот эксперимент продолжается. Его сейчас с каждым разом, то есть разные иллюминаторы берут, опять же, вот эти тестовые пробы, они изучаются активно и делают с определенные выводы. – Спасибо. – Пожалуйста. – Здесь можно было вопрос. Во-первых, какая главная задача человека в космосе? Главное – это, наверное, представлять свое свое множество исследований. Какие сферы более интересны на данный момент в космосе, в космосе, в космосе, в космосе, в космосе? – Вот такой очень обширный вопрос. Я хочу сказать, что вот, наверное, главная задача… Знаете, мне как-то раз задавали уже вопросы, и мне так пришло на ум, что как человек когда-то вышел из моря, хотя, честно говоря, я не очень верю, что мы зародились от какой-то бактерии, честно говоря, но я считаю, что мы продолжаем развиваться, мы продолжаем изменяться, это все равно неизбежно, потому что меняется планета, меняется климат, меняется атмосфера, мы тоже меняемся, и мы развиваемся, что самое замечательное, я считаю, это самое главное. Мы должны постичь сами себя, то есть люди не совсем верят в свои силы, люди не совсем понимают свои возможности, а возможности очень многих людей, они так иногда, бывает, поскальзывают, да? Люди этого пугаются, но нам дано гораздо больше, чем что мы можем по большому счету. И вот одна из основных задач это понять возможности человека и развить в себе какие-то определенные свойства. И я думаю, что скоро вот эти полеты, они будут для нас как вот сейчас, извините, вот межконтинентальные перелеты, раньше Колумб тоже плыл сколько лет, пока он Америку открыл, это было очень тяжело, а сейчас мы сели на самолет, прилетели уже в другом совершенно, в другой стране, грубо говоря. По закрытому пространству, безусловно, людей, которые страдают клаустрофобией в космонавты не берут. Начнем с этого. Вот, конечно же, это определенная психология, это определенная внутренняя философия, наверное, какая-то. Я не могу сказать про себя, что мне это было сложно, я вообще никаких не испытывала сложностей по этому поводу. мне, наоборот, было очень удобно, как я говорю, открыл каюту, и ты уже на работе. Это вообще прекрасно, это просто прекрасно, да. Вот видите, вот человек, он уже, считай, уже на работе, у него буквально тут вот метр для того, чтобы он кружечку чая себе организовал. Просто фантастика на самом деле. Какая-то психологическая подготовка до полета? Вы знаете, с нами работают психологи, но, наверное, больше где-то для того, чтобы мы могли в себе какие-то качества развить, усовершенствовать, потому что основное все уже было заложено до того, как мы пришли в отряд. И вот случайных людей в отряде не бывает. Конечно же, все от человека зависит. Я ответила на ваш вопрос? А вот это очень хороший вопрос, потому что, вы знаете, как в любой семье большой, а все вы люди, естественно, все мы когда-то росли в семьях, и у всех сейчас есть семьи, вы прекрасно понимаете, что где-то нужно через себя переступить, где-то необходимо понять человека, да. То есть все люди разные, тем более, когда мы готовимся на земле, мы встречаемся на тренировках, разбежались по домам, и каждый уже там привык к чему-то своему. Это нормально совершенно. Когда вы с этими людьми встречаетесь в ограниченном пространстве, то вы не привыкли к тому, к чему привык тот человек. Естественно, вам необходимо уметь его понять, уметь его где-то, может быть, даже простить, скажем так, потому что зачастую это непроизвольно происходит. И вот именно на вот этих вот, скажем так, моментах взаимопонимания строится вот это коллективное отношение. Пожалуйста. Спасибо. Пока осталось, накопилось несколько вопросов. Это удивительно. Это хорошо. Да. На самом деле, ну, насчет сна, я уже, в принципе, увидела изображение, хотел бы немножко уточнить вот особенности сна в невесомости, потому что в сюжете было хорошо показано все по быту, но в основном не совсем. Кроме того, я хотел уточнить еще средства экстренной эвакуации в случае каких-то ситуаций, есть ли что-то предусмотренное. Ну, и последнее, насчет личных вещей. Вообще, допускающие какие-то личные вещи, там, не на рисунках, что-то, про это не на счастье, или на память. Спасибо. Хорошо. Итого у нас три вопроса. Первый вопрос по сну. Как вы уже видели Максима Сураева, который находился в спальном мешке, это специальный спальный мешок, в котором есть сменные вкладыши, мы их меняем, ну, примерно, по регламенту, раз в 20 дней, хотя можно чаще, можно реже, это все зависит от космонавта. Мешок по принципу, как в кавказской пленнице, то есть вот вы туда размещаетесь, есть две прорези для рук, закрываетесь изнутри и прекрасно спите. Мешок привязывается небольшими такими веревочками к стене, вот-вот веревочки, вот там по периметру есть, значит, либо же там специальная лента, ну, кому как удобно. Видите, даже вот Максим себя немножко тут вот такой резинкой как бы привязал, он говорил, что это создает ему ощущение, как будто одеяло на него давит. Да, потому что ты, говорит, как вы спите? Я говорю, Вися. Говорит, как Вися? Ну, так вот, завис и спишь. Говорю, как летучая мышь? Ну, как там? Впечатление очень мягкой, мягкой, мягкой перины, ну, это только почувствовать можно. Незабываемое совершенно впечатление, ощущение. Сон сразу же пришел, как мы только прилетели, мы смертельно устали, потому что работали всю ночь, это, естественно, это была все равно стрессовая ситуация, это была очень большая нагрузка, потому что мы не просто сидели, да, корабль летел, мы контролировали все системы, мы постоянно работали, мы постоянно были в напряжении, внимание, оно было сосредоточено на работе систем. В общем-то, это то, что по сну. Значит, по поводу экстренной эвакуации, да, действительно. Да, да. Ну, скажем так, в каютах у них нет, в каютах у них иллюминаторов нет, вот как раз вот про тот иллюминатор, где я зернышко выращивала, это был каютный иллюминатор, то есть, скажем, это у меня было такое, на подоконнике было собственное растение, если можно так сказать. Да, иллюминаторы у нас есть, они закрываются там специальным средством, чтобы ночью нам не мешал свет солнечный, вы знаете, там у нас день-ночь шестнадцать раз наступает за сутки, поэтому солнышко то встает, то садится, можно, проснувшись ночью, немножко сбиться. А где только один? Аликарский? Вы знаете, я у них не спрашивала. Я вот в августе поеду к ним, как раз спрошу, ну, скоро совсем, мне надо будет у них обязательно узнать моменты, вот, ну, я думаю, это замечательно, когда вы можете вечером расположиться в каюте, закрыться, это маленький такой уголочек свой, свой мир, и посмотреть, допустим, вот в иллюминатор там днем, ночь, в окошко, да, вот, расслабиться. По поводу экстренной эвакуации, у нас была ситуация с имиаком, наверное, многие из вас слышали, вот, ситуация неординарная, это одна из самых страшных нестатных ситуаций, который нам, нас, который нас готовят, как, скажем так, здесь в России, так и у американцев, потому что мы экзамены сдаем по всем системам, да, отрабатываем ее очень тщательно посредством, соответственно, спасения, это очень обширный вопрос, вот, и тем не менее, мы уже фактически наизусть знаем, что нам необходимо делать для этого, у нас есть специальные книги, emergency, где расписаны все ситуации, там, пожар, разгерметизация, токсичность атмосферы, в частности, вот эта вот утечка аммиака, что такое аммиак, вы все прекрасно знаете, наш атерный спирт, он очень неприятный запах имеет, да, вот, скажем так, и он очень токсичный, и самые малые доли вот этого вещества, они могут, скажем так, ну, просто убить нас. Откуда он там может взяться? Аммиак – это составляющая одного из контуров системы терморегулирования, точнее, внешнего контура, и тем не менее, он через теплоноситель, через теплообменник соприкасается, так скажем, внутренней атмосферой станции. Сработал датчик, отключились все системы, система вентиляции, в частности, стала система, воздух у нас стала на борту, в общем, все, что можно было, отключилось, мы мгновенно похватали маски, противогазы, закрыли люки, вот, потому что никто не знал, что действительно это утечка, либо же это какое-то ложное срабатывание датчиков, и никто от этого не застрахован, в общем-то, и стали дальше ожидать. При этом мы делали регулярные заборы атмосферы с содержанием АК в российском сегменте, это чистота атмосферы. Развитие данной ситуации могло быть вплоть до срочного покидания станции, это было бы самое страшное, что могло бы быть, и, в общем-то, потеря американского сегмента могла привести к тому же, потому что мы настолько интегрированы друг в друга, российский и американский сегмент, понимаете, мы уже очень сильно, эти два сегмента зависят друг от друга, и один для другого не может, это единый организм, наша единая станция. Вот, то есть, перекрыв люк, естественно, мы начали выжидать время. По стечении определенного периода времени нам разрешили открыть люк для того, чтобы взять, опять же, пробы атмосферы в американском сегменте, и определив, что атмосфера чистая, мы продолжили нашу работу. Но, честно говоря, мысли были всякие разные, и мы понимали, что готовиться можно было к чему угодно. Но основными, скажем так, средствами покидания это наши корабли «Союз», они были и как бы оставались. А что это было? Самиаком? Самиаком было ложное срабатывание датчиков. То есть, датчик располагается внутри контура системы и срабатывает на давление. Падение давления в контуре свидетельствует о том, что идет утечка мяка. Ирина, вопрос, а почему сработали датчики дыма в косметике? Это вот как раз вопрос к тому, что у нас осталась вся вентиляция. Вот, а как вы уже в фильме видели, у нас вся пыль, она на пылесборнике оседает, соответственно, оседает там, я не знаю, на систему вентиляции, в общем, на все. Мы стараемся, конечно же, все это вычищать, пылесосить, убирать, но иногда за панельное пространство его невозможно вычистить, потому что там висят спагетти проводов, то есть тут фантастика просто отдыхает, это надо видеть своими глазами. И когда система встала, все это поднялось в воздух, а датчики пожарообнарушения, они работают, у нас некоторые датчики на прозрачность атмосферы, соответственно, вся эта пыль полетела в воздух, эти датчики начинают видеть, что вот летает, что-то летает, то есть они воспринимают пыль за дым, и опять что-то у нас отключается. Мы устанавливаем систему, то есть все системы включаем заново, вот, опять где-то пыль полетела, пыль опять, три раза у нас срабатывал пожар, даже есть фотография, где у нас аварийный пульт, он просто светится весь, красно-серо там, голубым, грубо говоря, да, то есть все, все, что можно было, все сработало. И у нас, да-да-да. Ну, она не такая уж старенькая, тем не менее, она, я думаю, будет еще летать, запас прочности у нее очень хороший, вот я просто как вот, как космонавт это оцениваю. И по поводу личных вещей, да, я не договорила, у нас с собой можно было взять килограмм личных вещей и спустить, соответственно, тоже килограмм личных вещей. Многие спрашивают, что я туда брала. По большей части я брала подарки. Вот, подарки для ребят наших там на Новый год, брала подарки для американских коллег, для Саманта Кристоферетти, это было очень приятно получить данные подарки. Я не буду, как бы, оглашать, что там было, но это заняло большую часть моих личных вещей. Да. Еще раз запомните вопрос про перспективы МС, на вопрос. Да-да-да-да, вот девушку очень тянет руку. Да. Следующее. Хорошо. Кратце, вот вы говорили про долгую подготовку, на 2-2,5 года. Это были ли в каком случае могут быть какие-то неожиданности? Было ли что-то неожиданное во время первого валюта и во время первого возвращения? Это первое. И были ли какие-то именно конфликтные ситуации? Вы говорили, что в самом деле пространство с одним и тем же людьми. А, допустим, вот вы говорили про связь между модулями нашим и американским. Это как-то влияет на движение, может быть, национальных отношений? Про неожиданные ситуации. Значит, у нас в полете не открылась левая солнечная батарея. И на что это могло повлиять? Для нас, в общем-то, это была неожиданная ситуация. И в нештатных ситуациях она не описана. То есть нам нужно было импровизировать. Так как мы сейчас летаем по быстрой схеме, то есть раньше мы летали по двухсуточной схеме, да, и она у нас оставалась как резервная. Сейчас по быстрой схеме мы залетаем туда буквально до 6 часов. Чем грозило? Мы могли перейти на двухсуточную схему, если бы вдруг у нас такая ситуация случилась, как у Олега Артемьева, да, с Скворцовым Александром, у них не включился в заданное время двигатель. Я просто не хочу вас в терминологии загружать. Вот, но если бы вдруг у нас такое случилось, и двигатель не включился, нам бы грозил только срочный спуск, потому что нам бы не хватило батареи, да, заряда батареи для того, чтобы продолжить наш полет. Но мы, скажем так, сестью выдержали испытания, мы подключали все те приборы, которые, скажем так, потребляли, все ненужные приборы, в первую очередь освещение, которые потребляли энергию. И на случай того, что если бы вот такая ситуация случилась, никто не застрахован, неожиданности, понимаете, невозможно все предугадать. Вот, двигатель включился в заданное время, долетели мы до станции, и все. Штатно. Вот так разручиваете, это вот одна из двух панелей слушных батарей, она не раскрылась. Да, вот одна у нас не раскрылась, совершенно точно. Но она раскрылась потом при стыковке, почему-то. Это тоже было неожиданностью, да. Вот, это одна из ситуаций. По поводу интеграции модулей, я не думаю, что это как-то сильно сближает или разъединяет. Я говорю еще раз, туда изначально берут людей, скажем так, с определенным складом, что ли, с определенным складом ума, может быть, с определенным складом психологическим, потому что все это очень сильно влияет на взаимоотношения. Но и потом опять же, все мы люди, да, и там нет у нас вот этих политических каких-то родногласий, каких-то границ. – Это такая зона, на которую вы видите, никак практически не влияет на… – Совершенно точно. Вот видите, вот замечательный мужчина, вот тут разберешь, кто где. – Спасибо. – Елена, здравствуйте. Вопросы у меня следующие. Есть такое мнение, что человек, да, как высшая форма существующая на планете Земля, не очень разумно этой планетой распоряжается, то есть не сохраняя технологию, ядерные взрывы, отходы и прочие вещи. Как вы думаете, не может ли эта ситуация повториться вот за пределами планеты? И насколько человек морально и психологически готов к своей лимбосмоса и, как может быть, взаимодействует с этой формой жизни? – Ну, я думаю, морально и психологически-то мы готовы, конечно же, и вопрос совершенно правильный. Вы знаете, вот летая над, скажем так, по орбите, в течение полугода я смотрела на Землю и понимала, что она не такая маленькая, и что ресурсов у нас на самом деле огромное количество. И когда кричат, что скоро у нас, ай-яй-яй, закончится вода, и нам пить будет нечего, там и у нас леса нет, и ресурсов нет, я считаю, что это все вранье. Я не знаю, кто это все придумал и зачем, но это неправда. У нас всего хватает ресурсов, вот, и я думаю, что, в общем-то, люди могут спокойно жить и дальше, скажем так, осваивать нашу планету. И тем не менее, как планета – это наш дом. Каждый у себя в доме старается поддерживать чистоту. Это правильно. Потому что это правильно. Потому что помимо нас на планете живут еще другие существа, которые являются также, скажем, нашими братьями меньшими. И это не снимает с нас ответственности. Что касательно атмосферы и орбиты Земли. Конечно, сейчас летают спутники. Безусловно, их сейчас огромное количество, их большое количество. И сейчас очень тщательно прорабатывается программа по предотвращению как раз того, о чем вы говорили. Я думаю, что люди немножечко, как бы, сейчас придумают средства по-современнее. И проблема будет решена. По поводу влияния на климат, я считаю, что человек не может повлиять на климат. Потому что, как вы знаете, у нас климат на планете менялся уже очень много раз. Вот. И изменится он еще не один раз. Это нормальная ситуация. Потому что все знают такую вещь, как прецессия. 26 тысяч лет. Вот. Вращение орбиты. И вот именно вот эта прецессия, она влияет очень сильно на климат. Не только она. Вот. Экология солнечной системы в целом. Поэтому тут не все от нас зависит. Я бы сказала, в большей степени от нас не зависит. И тем не менее, мы должны содержать свой дом в чистоте. Ну, я хочу сказать, что достаточно комфортен микроклимат. Потому что специалисты из земли не мы же сами, скажем так, напрямую управляем влажностью, температурой. Да. Нам не приходится вообще об этом думать. Мы можем только на землю доложить. Допустим, ребят, вот нам холодно. Сделайте, пожалуйста, чуть потеплее. Они, скажем так, меняют расход теплоносителя. И у нас либо теплее, либо холоднее. Опять же, то же самое с влажностью происходит. Ведь не просто так в Центр управления полетами сидит очень специалистов. Они наблюдают все системы. Они контролируют состояние системы. Они контролируют там, скажем так, электроэнергию, влажность, температуру. То есть вот все, что только можно. Буквально по всем системам. По двигателям, в общем-то. Мы стараемся, конечно же, тоже наблюдать. И в большей части от нас зависит, по большей части, как быстро мы среагируем на какую-то нештатную ситуацию. Потому что у нас тоже есть средства, с помощью которых мы можем наблюдать и контролировать, и предотвращать какие-то нештатные ситуации. Вот у нас есть бортовые локтопы, где отображены все системы. И мы можем отследить их состояние. Тем не менее, мы очень плотно загружены. Именно поэтому мы не сидим, не контролируем каждую секунду. Вот в основном это касательно нештатных ситуаций. Что по поводу шума? Мне говорят, вот как шум? Я говорю, как в самолете. Вот. Но для этого у нас есть вот для того, чтобы нам шум, допустим, не мешал. Хотя так не привыкаешь очень быстро, на него не обращаешь внимание. У нас есть специальные наушники шумоподавляющие, которые использовались раньше профессионально вертолетчиками. Они снижают определенные шумы, приглушают. Это позволяет как бы спокойно себя чувствовать. Очень активно я их использовала, когда пылесосили, потому что пылесос у нас довольно-таки шумный. Вот. То есть все стрессы профилактики присутствуют. Я ответила на вопрос или еще что-то? Запахи. Запахи? Ну, запахи не знаю. Я как-то... Запахи нам никогда не мешали. Особенно, когда кто-нибудь баночку вкусную откроют. Все стремились тут же к столу. Да, вот девушка хотела задать вопрос. Сейчас следующее. Ага. А Павел Нинахянов рассказывал о какой-то жуткой плесени, которую она как бы расставит. Сталкивались ли вы с ней где-то в поседневной жизни на станции? То есть она куда-то вылазит в неожиданное место? Или где-то в темном месте покойно себе живет? Плесень. Ну, плесень и грибы и все остальное это наши друзья, с которыми живем как на земле и, соответственно, там на станции. Видите, даже бактерия вон она оказалась снаружи. Каким-то волшебным образом. Вот такого, чтобы мы где-то увидели такую плесень прямо, и чтобы она вылазила, нет. Мы, к счастью, с таким не сталкивались. Хотя были ситуации, когда трубопроводы в системе кондиционирования что-то там наросло внутри. И, к счастью, эти трубопроводы были сборные. То есть их можно было, допустим, часть оттуда убрать и заменить. Ну, это да, было действительно так. У нас такого не было. Говорят, на ней плывали. Да, да, да. На мире было, да. На мире было, да. А потом, вы же понимаете, что влажность, она как бы сосредоточена по всей станции, внутри станции неравномерно. То есть где-то, может быть, она более повышена, где-то поменьше. Где-то влажность повыше и температура повыше. Там, может быть, что-то возможно, чтобы выросло. Но мы не замечали этого. У нас не было. Сейчас, сейчас. Насколько универсальным специалистам надо быть? И насколько эрунтированным надо быть? Или вас больше контролируют с земли специалисты в вопросах экспериментов? Нет. У нас специалисты, конечно же, они поддерживают земли, да. Каждый специалист приходит для того, чтобы, если вдруг что-то, вот как я говорила, мы обнаружили, что-то вот вдруг прошло не так, в ходе эксперимента мы докладываем, они надают какие-то рекомендации. И тем не менее, вот я когда в школе училась, это любой школьник говорит, а зачем нам так много знать? Я пришла в космонавта, я поняла, зачем. Вот. К счастью, школу я окончила на отлично. И все эти знания мне очень сильно пригодились. Изучаем мы все там, астрофизику, химию, биотехнологию, биологию, все-все, что возможно, мы все это изучаем, изучаем очень подробно, то есть на уровне вузов. И специалисты мы являемся такими широкого круга, скажем. Это очень важно. Здрасте. У меня такой вопрос. На нашем с вами веку станем ли мы свидетелями российского баллотируемого полета к другим планетам, неважно каким. Вот. И второй вопрос, коротенький. Планируете ли вы еще раз лететь в космос? И если да, то когда? Как это? Оба вопроса философские. Знаете, человек предполагает, а Бог располагает. Вот. Я хочу сказать, что будет ли это на нашем веку, никто не знает. Может будет, а может нет. Я не могу вам на это... Я никогда не экстрасенс, я не могу ответить на этот вопрос. Вот. Второй раз, да, я, конечно же, хотела бы полететь. Это моя профессия, это моя работа. И знаете, как говорит, плохо тот, говорит, солдат, который не мечтает стать генералом. Вот. И, конечно же, я хотела бы слетать еще раз. И это не только от его зависит. Государство заинтересовано в том, чтобы космонавты летали в космос. Потому что задача огромная, колоссальная, естественно, подготовка таких людей. И просто так вот взять и забыть, и это будет кто-то задаст на вам. Спасибо. А вот такой вопрос вы сказали про нештатные ситуации. А если на МКС кому-то потребуется медицинская помощь срочная, что происходит? Вот отличный вопрос, замечательный. Вот. Помимо того, что, да, мы еще там биотехнологи, мы еще и медики. Я вот про это, кстати, упустила совсем. У нас подготовка медицинская проходит, опять же, как здесь в России в ЦПК, так и в НАСА. Обязательно. Потому что мы... Кстати, я была у нас с врачом экипажа на борту. И подготовка шла очень тщательно. То есть, от элементарных вещей, там, взять кровь, поставить укол, взять, опять же, там, из вены кровь на анализы, там, все-все-все вот это вот. И заканчивая тем, чтобы сделать искусственное дыхание и, скажем так, воспользоваться электрошокером. То есть, в общем-то, это все-все мы проходили. И целая процедура есть по реанимации человека. Там, мало ли, что, может быть, улетел человек, крошка ему попала в горло, и он начинает задыхаться. Необходимо понять по признакам, что с человеком происходит. То есть, просто он уснул, улетел, либо же, действительно, он там где-то поперхнулся и дышать не может. И заканчивая тем, что есть специальные процедуры, в которых описано, какими медицинскими препаратами воспользоваться для того, чтобы, если вдруг просто не поможет электрошокер, чтобы можно было воспользоваться другими медицинскими средствами и, скажем так, реанимировать, перевести человека в чувства. Вот, так вкратце первые 100 серий. Также есть у нас медицинский шкаф на российском сегменте в служебном модуле, где существует очень много, скажем так, как бы так вам объяснить. В общем, с помощью которой мы можем взять электрокардиограмму, с помощью которого передаются все наши параметры на Землю по телеметрии, то есть пульс, давление, в общем, все, что можно о нас узнать, медикам, все это возможно вот через вот этот медицинский шкаф. Когда мы проводим специальное тестирование, допустим, на велоргометре, это так называемый тест ПВЦ, несколько ступеней нагружения, специалисты смотрят, как у нас изменяется пульс, давление, работоспособность. Это неотъемлемая часть нашего там пребывания. Вот, необходимо понимать, как медицинский пояс расположить, как одеть, как там подключить еще какие-то приборы. В общем, без этого невозможен полет. Это настолько обширная тоже тематика. Допустим, были ситуации, когда у нас нескольких членов экипажа, вот два раза я столкнулась с тем, что летели, там пыль попала в глаз. Грубо говоря, человек не понимает, что глаз начинает краснеть. Что делать? Какими средствами воспользоваться? Где взять эти средства? Да, как правильно все это сделать? Там же невесомость. Это не здесь на земле. Вы капнули в глаз, оно у вас все хорошо, замечательно. Там надо вот все уметь делать. Опять же, взять, набрать тот же шприц, лекарства. Это целое искусство, как у ювелира на самом деле. У нас в гостях в Питере был недавно единственный непрофессиональный лётчик, человек без высшего технического образования, но профессиональный врач Сергей Визанский. Он рассказывал, что травма глаза – это одна из наиболее популярных травм в космосе, потому что человек летит головой вперёд и налетает глазами все, что там летает. Вот. И я хочу сказать… Нет, у Сергея, конечно, высшее медицинское образование. Технического нет. Технического нет, да. Высшее медицинское. Он теперь кандидат у нас в медицинских наук. Это очень грамотный специалист. И действительно, это наиболее часто повторяющая вот эта вот, скажем так, ситуация. Тем более, что иногда бывает, приходится что-то работать по металлу резать, да. И вот эти вот металлические стружки, они когда летят, там вообще без глаза можно остаться, грубо говоря. Микровопрос скажем. Да. Правда, что в скафандрах используется Johnson's Baby для этого? Специальные салфетки, что ли, протирания или что? Я не знаю. Там изначально использовался другой состав. Он попал космонавт в глаз. И глаз начал отекать. Я не помню, с кем... Я такую историю слышу пена. Крис Хэтфилл, да. Крис Хэтфилл протирал щиток стекло с скафандой изнутри. Там остался материал. И когда он вышел, у него был код. И он попал. Это Крис Хэтфилл в своей книге рассказал. А, ну, возможно. Такое тоже ситуация. Такая возможно. Промывание глаза. Я думаю, его спасли. Johnson's Baby. Ну, я не знаю, чем конкретно он там промывал. Я вам честно скажу. Вот. Возможно, это какие-то их специальные средства. Потому что они, может быть, готовились к выходу. И я, честно говоря, книгу эту не читала. Но я могу предположить. Возможно. Вот. Но точно так же у американцев есть своя аптечка. Есть там целый медшкаф. И мы прекрасно там ориентируемся. Где что взять, где что найти. Возможно. Любые средства. Что-то у нас продолжение средской темы. Скажите, пожалуйста. У вас приятно ли быть космонавтом? Или проявлять ли какие-то медицинские специфические проблемы, связанные с пребыванием в культуре. У меня когда спрашивают, тяжело ли быть там женщиной, быть космонавтом. Я говорю, вы знаете, у нас случайных людей в космонавтике не бывает. Я уже говорила, что отбор идет очень жесткий. По всем требованиям. По медицине, по физкультуре. Физкультура – это неотъемлемая наша часть вообще подготовки и профессиональной деятельности. Вот. И если бы мы не обладали определенным ободом качеств, как мужчины, так и женщины, никто бы туда не попал. Точно так же мужчины многие не могут дойти до конца, потому что кто-то где-то может там, я не знаю, на центрифуге срезаться, да, грубо говоря. Или еще где-то там в барокамере, когда его на 5 тысяч поднимают. Это все от человека, это индивидуально. Вот. Это очень важный вопрос. И следующая часть вы говорили. Как на женщине именно сказывается. Да, точно так же, как на мужчинах. Значит, если не проводить профилактику до борту, да, конечно же, есть свои риски, есть определенная радиация. Причем раньше думали, что радиацию получает организм гораздо больше. Ну, так предполагали ученые. И в ходе эксперимента матрешка, который изучает влияние радиации, на организм человека выяснилось, что на самом деле не так уж и сильно мы страдаем от радиации, как это предполагалось раньше. И тем не менее, да, есть такой риск. С нами находятся постоянно индивидуальные дозиметры, которые берутся точно так же во время вне корабельной деятельности. Они кладутся в специальный кармашек. Вот, кстати, обратите внимание, это американская матрешка. То есть это американский, скажем так, эксперимент. Наша матрешка выглядит не так. Наша матрешка выглядит как сфера. Вот. Когда американцы увидели, как выглядит, скажем так, наш эксперимент, они очень сильно удивились. Но, опять же, благодаря нашим ученым, которые рассчитали математическую модель человека, она имела вид шара, сферы. Это очень интересно. И у меня есть фотографии некоторые. Может быть, если мы откроем сейчас жесткого диска, я вам постараюсь показать. Благодаря специальным дозиметрам, которые располагаются в ячейке... Сейчас, одну секунду, я попробую найти. Ученые могут понять, какие органы и сколько получает у нас радиации. Вот я бы, что, наверное, не... Сейчас попробую. У нас в организме органы расположены, прикрытые другими частями тела. Например, легкие, где-то за ребрами находятся. Печень где-то, например, где-то сверху, легкие, снизу, там, наверное, остальным либерам. И когда в тяжелые частицы проникают протонисты, они вот перед тем, как в печень садонуте должно вот пройти, ну, если сверху летит, там, допустим, улетит, головы вперед, трестанции вперед. Вот можно сейчас вывести на экран? Я немножко не то сделаю, да? Тогда вот сначала головой все это проникает. И вот надо понять, а вот что же до печени дойдет в таком случае? Сейчас я покажу вам, как выглядит наш макетолог. Макет человека. Вот, пожалуйста, сфера. Вот здесь, в центральной части, если вы видите стержень металлический, он постоянные показания снимает. Они записываются на блок, который висит на панели справа. Вон там маленький кусочек его видно. И постоянно фиксируются дозы радиации определенные, проникающие в эту сферу, фантом, скажем так, человека. И есть кармашки с ячейками. Там шесть, десять, семь. К каждому этому кармашку соответствует определенный орган. И помещают туда дозиметры, которые выглядят вот примерно следующим образом. Открутите, пожалуйста, вот, например, вот эту вот фотографию. Вот это размещение дозиметра в данном фантоме. Ученые уже дальше мы считываем показания. Есть специальный прибор на борту, мы это делаем. Вот. Считываем показания с данной пробирки. И докладываем на землю, что пробирка такая-то, там доза такая-то. Вот. И ученые уже делают выводы о полученной радиации. Это бланк заполнения после съема соответствующих параметров, которые я отправляла на землю. Это вот и есть доклад специалистам. Это прямая уникальная история, которую никто не видел? Пока еще, кроме специалистов, нет, вы первые. Здравствуйте, Елена. В основном МФС очень спорный рабочий график. Но тем не менее, каждый человек должен отдыхать, чтобы поддерживать свою работоспособность. Но вам тем более это важно. И так вот у меня твой вопрос. Как вы проводите свободное время на МФС? Хороший вопрос. Ну, как правило, вы знаете, у нас есть фильмотека очень большая. С помощью которой мы можем вместе отдыхать, смотреть фильмы, читать книги. Есть даже небольшая своя библиотека. Правда, читать книги, честно говоря, я не успевала. Я старалась как можно больше фотографировать. Это было одним из моих увлечений. Да, кто-то дополнительно еще занимается физкультурой, если есть, опять же, время. Потому что если вот выходные, да, что вы делаете в выходные? Я говорю, в выходные мы встаем, завтракаем, проводим утреннюю конференцию. Это обязательная, как бы, часть наша. И начинаем заниматься уборкой станции. Модулей у нас много. Представляете, что вы убираете комнат. Квартиру, да, у вас много комнат в квартире? Ну, даже если немного, все равно это занимает очень, скажем так, большую часть вашего времени. Потом у вас приватная конференция с семьей, которая занимает... Вообще, должно занимать минут 15, но нам разрешали где-то по часу пообщаться, побольше. Потому что это неотъемлемая часть, как бы, психологической поддержки. И все равно хочется увидеть, как бы, родных вживую. Хотя мы могли по телефону звонить, по специальной IP-телефонии каждый день. Приватная конференция с доктором. Следующая часть, уже дальше продвигается время. Два часа физкультуры минимум. Генические процедуры после физкультуры. Вечер. Ну, естественно, обед до этого был. Следующий день, воскресенье. Возможно, мы записывали какие-то, опять же, видеосюжеты, которые мы не успевали записать в будние дни. Это же было с целью пропаганды космонавтики. Для детей, для каруселя, для Роскосмоса. Вот, допустим, вот то все видео, которое мы с вами посмотрели, да, по звезде. Это было, опять же, видео в рамках популяризации космоса снято. Чтобы люди, вот такие вот, вот вы могли увидеть, что там вообще происходит. Как мы там живем, что мы там делаем. Естественно, были, конечно же, еще очень много, масса видеоматериала по различным экспериментам, которые также использовались там в различных, скажем так, различными телеканалами и показывались по центральному телевидению. Это все занимает время. Я вот жила вот так от пятницы до пятницы. Когда пришло время уже возвращаться на Землю, я подумала, боже, как быстро пролетело полгода. Как быстро пролетело почти полтора часа. Так, три крайних вопроса, и мы на этом начинаем сворачиваться. Первый вопрос могла бы задать в частном, но задаю так, на самом деле громко. У партнеров, у американцев, у европейцев на самом деле очень распространены школьные статистические эксперименты на ворту МКС. Они очень активно по этому вопросу работают. Скажите, пожалуйста, возможно ли проведение школьных, например, экспериментов на ворту космонавтами российскими, и что мешает, и что для этого нужно сделать? Потому что, объясню, почему такой вопрос. Потому что мы вот вышли с инициативой к полету Борисенко от Санкт-Петербурга такой провести конкурс. Вообще, что может возникнуть в плане помех? Я очень удивлена, потому что мы проводили, у нас был такой эксперимент химии образования. Это, опять же, в рамках школьной программы. Ребята разработали специальный эксперимент, в результате которого мы получали новые эксперименты, полимеры. Вот, опять же, если тут есть у меня материалы, фотоматериалы, но если вы мне поможете, я могу показать ребятам некоторые кадры, скажем так, по данному эксперименту. Проведено было порядка 20 сеансов в ходе данного эксперимента. Материалы мы возвращали в корабле «Союз», да. Ребятам они были все предоставлены, сейчас они изучаются, каким образом наполнялись там сферы, тоже такие небольшие были, заполняющиеся данным полимером, который там, соответственно, затвердевал в определенных условиях. Вот, и дети сейчас активно изучают. Это был один эксперимент на вашей практике? Ну, на нашей практике, да. Ну, я, насколько знаю, что у партнеров, по-моему, может быть тоже один или максимум два, что там было. Ну, они там муравьев направляют. Ну, у нас мухи летают. Да, посмотрим. Так, сейчас мы в сферы... Сейчас попробуем найти. Очень много материала, вы уж извините, пожалуйста, тут... Так, нет, это сферы спутники. Кстати, вот еще один интересный эксперимент был. Вот по сферам спутникам я могу сказать... Сейчас, одну секундочку. Ну, так несколько... Стоп. Значит, вот сфера спутники, это был один эксперимент, причем он был такой, скажем, больше совместный эксперимент. На фотографии будет лучше видно. Вот, если можно... Так, следующее. Стоп. Вот, если вы можете заметить, в середине там две сферы, которые летают. Значит, суть эксперимента стояла в том, что школьники, находясь здесь на земле, причем школьные команды, они включали в себя студентов и школьников различных стран, писали специальные программки по управлению данными сферами. Задача их была в том, вот этих двух сфер, чтобы они могли сфотографировать и отправить как можно больше фотографий в виртуального астероида. То есть, в серединке там виртуальный астероид, который глаз не видит, но на локтопе, где Барри Вилмарт стоит, там он отражается. Вот, соответственно... Одна сфера, вторая сфера? Да, вот две вот этих вот сферы замечательных. Вот первая, вот вторая. Участвовали дети, я еще раз повторюсь, а также были ребята наши... Наша российская команда там тоже принимала участие, поэтому, как видите, мы здесь все вместе вот организовывали, участвовали в этом эксперименте. Это мы с борта и ребята с земли. Вот один эксперимент. Сейчас я химиообразование попробую найти. Ирина, там ведь была команда из Москвы, да? Да, совершенно точно. Вы до этого ни разу не участвовали, и вот именно вы как-то эксперименте была российская команда? Да, 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 все правильно, все правильно вы говорите. К сожалению, вот сейчас тут очень большой объем материалов, тут произошла не штатка небольшая, материал уже был подготовлен и отобран, но материал был на компьютере и села батарея, а зарядное устройство не было с собой. Поэтому мы сейчас с вами выкручиваемся таким образом. Давайте потом уже оттуда вверх, мы просто его покажем в частном порядке. Сейчас у нас совсем мало времени осталось. Или последний вопрос? Вот сейчас, секундочку, подождите, по-моему, я нашла. Так, нужна ваша помощь, как вы тут открывали? Ух ты! Сейчас вот такая красивая фотография будет, она так завораживает. Я уже обалдел. Вот, пожалуйста, вот такие вот шарики получались в ходе проведения эксперимента, смешивались внутри там путем определенных манипуляций, два составляющих, два компонента. В результате смешивания получались вот такие вот полимеры. Одна часть, она была вот с использованием данного агрегата, который способствовал затвердеванию, да, полимеров этих, а вторая часть как бы без вот данного устройства. Все это проводилось в гермобоксе. Ребята специально зарабатывали на бортовую документацию, были листы, с помощью которых мы шаг за шагом поэтапно все это проводили. Здесь вот вы видите, вот здесь вот это устройство, с помощью которого происходило вымещение двух составляющих вот по данному каналу вот в эту сферу. Здесь происходило перемешивание. Ну и собственно вот эти результаты мы как раз и возвращали на землю. Это была достаточно трудоемкая задача, потому что прежде всего не хотелось повредить. Вы знаете, что при посадке все равно посадка она не столь легка, как хотелось бы. Они могли бы повредиться. Это могло повлиять на результат эксперимента. Тем не менее, мы веришь, но упаковали все это дело и вернули их, скажем так, в нужном виде на землю. Вот. Пожалуйста. Елена, добрый день. Спасибо огромное за интересную встречу. А у вас, если к Аналии, на вопрос, на все вы хотелось бы спросить. Какие-то странные случаи в космосе происходили? На свечении встречи с НЛО. Мы с коллегами что-нибудь рассказывали? Нет, комиссия больше не проявляет. Нет, не проявляет. Вы знаете, естественный случай, который вас может самым удивили. А вообще какой-нибудь есть протокол на случай встречи с едиными цивилизациями? Я боюсь вас разочаровать. Протокола нет. И НЛО мы там никакой не видели. Это тоже, может быть, где-то, к сожалению. Потому что, вот я говорила, да, что каждый вечер я тщательно смотрела в иллюминатор. И, конечно же, может быть, где-то подспудно хотела что-то увидеть. Потому что вроде как сейчас такие явления очень частые. И это завораживает. И ух, там НЛО летит. Нет, ничего не видели. К сожалению. Опять же повторюсь. И коллеги тоже не видели. Я знаю, что на сайте НАСА очень много видео, которое якобы там что-то летает. Даже наоборот, очень часто наши коллеги, которые уже находясь на борту, они очень любят разыгрывать новичков. Вы знаете, если сфотографировать капельку топлива отработанного, то есть при, допустим, подъеме орбиты или каком-то маневре, и эта капелька будет светиться в лучах Солнца, я вас уверяю, сделав фотографию с орбиты, я вам расскажу и внушу, что это было НЛО. И оно так и выглядит. Оно настолько сверкает и сияет, и непонятно, на каком расстоянии оно находится. Впечатление, конечно, такое хорошее. Это мне вот как раз Максим Сураев показал. Говорит, иди, я тебе НЛО покажу. Я говорю, где я говорю? Ага, вон. Я говорю, что это такое? Вот-вот, говорит, вот так вот ноги и ведутся. Это, говорит, капелька топлива. Ну, к сожалению, не было. Давайте вот из этого клубка вот злителей, которые стоят. Кто-нибудь? Никто не какой-то вопрос задает? Это он, молодой человек, понял. Скажите, у меня может быть немного провокационный вопрос. Но вот в интернете активно это обсуждают, и вот в том видеоролике, который уже вначале отразали, там у вас, в сегменте, установлены иконы. Вот, как вообще это появилось там, и насколько вообще, в принципе, космонавты религиозны? Или суеверны? Можно сказать, что где-то и суеверны, и религиозны, потому что, знаете, прожив определенный период времени, становишься, как говорится, по неволе понимаешь, что все равно где-то какой-то высший разум существует. Многие, понимаете, каждый приходит к Богу, только все разные дороги к нему приходят. Вот, я могу сказать вам, если кто-то еще не понимает того, что высший разум, он присутствует, и где-то есть, может быть, даже элемент не свободы, да, человеческой судьбы, а он присутствует. Вот это в моем понимании мирозврения. Люди к этому рано или поздно придут. Иконы там появились не случайно, потому что каждый раз, провожая нас на орбиту, есть даже священники, действительно, которые поддерживают нас, которые… Они не говорят нам, вот ты там должен креститься, молиться до сутка именно пролет, но, вы знаете, они говорят зачастую такие слова, которые поддерживают вас, и они способны согреть вам душу, допустим, где-то в трудную минуту, а таких минут бывает очень много и часто, потому что каждый раз вы находитесь, хотите вы того или не хотите, в среде, которая для нас не является нормальной все-таки, это космос, это вакуум. Икон там много, да, есть космонавты, которые они не очень приемлят, скажем так, но это все, опять же, зависит от коллектива, от личности, от людей.